Девушки отдыхают У вас же лапша, это по акции Ценники еще не поменяли, цена обычная Брать будете ли? Я отменяю Молодой человек, очередь не задерживайте Понятно Галя, у нас отмена Что, на этой неделе совсем не получится? Хоть примерно можешь сказать, когда? Нет, не надо в хале присылать Мам, я не голодный, честно На что? Ну, чтоб за общагу платить На проезд там надо Да не мерзная, мам Короче, я понял Денег не жду Не, ничего Да Я тебе Да Субтитры сделал DimaTorzok Какая ещё работа? Дима, ты в универе хоть одну работу вовремя сдай, а потом про это поговори. Олеш, я понимаю, ты, может, забыл, но с живым людям надо есть, чтобы, блин, с живыми оставаться. Не знаю. Я когда подрабатывал, меня это только отвлекало. Да и не так уж это интересно. Ну ты, видимо, не помирал с голоду, раз ради интереса работал. Ну да, но всё равно реальную интересную подработку я так и не нашёл. Очередной твой комплекс. У тебя, небось, и на этот пункт имеется? Чего? Дима, если тебе правда нужны деньги… Во! Найти себя. Как знал. Давай, как старые добрые. Ты мне, я тебе. Я подработаю, ты мне поможешь, найдём тебя. Все счастливы. Я думал это более глубокий пункт. Про рефлексию там, место в мире. Всё-таки найти себя – это не просто найти хорошую работу. Не попробуем, не узнаем. Ладно. Начнём с классики. Так, 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 стой! Это… Как? Так. Я чай выпил. Выполнила предназначение. Переродилась, наверное. Чашка. Дима, я же тебе уже сотню тысяч раз объяснял, как это будет. Ну, да, ну всё, хватит, ты задолбал. Я понял. Пошли. Дима, это уголовка. А кто его знает? Ты ж невидимый. Идеальная работа. Правда, считаешь, что я найду себя, раскладывая пакетики по городу? Ну… Дима! Дима, Дима! По-братски! Здесь! Так вот, на чём я остановился? А, да. Роланд Барт и его знаменитая эсфа. Так… Смерть автора – это не просто какой-то старинный… Чё? Чё это за предмет вообще? Философия и искусство. А, давно она у нас на курсе? Это не твой курс. Чё? Я не смог тебя разбудить. Тссс… Все самые пять секунд славы Орхола, помнят, да? В том количестве информации… Мы так ничего не добьёмся. Ты себя самого в могилу загонишь с таким графиком. Физически… Да, нормально. Я нотырил смоки остатки бургеров, а там… Можно долго спорить, хорошо… Еще два собеса… Вот это нашу культуру… Не может переродиться на что-то новое… Но с одним я поспорить не могу. Все мы находим себя на кладбищах чужих идей. Понимаете, о чём я? Кто-нибудь сможет привести пример? Второй ряд, девушка, слушаю вас. Да погоди ты, это тридцать второй участок или тридцать четвертый? Я запутался, куда поворачивать? Я знаю дорогу, не отставай, пожалуйста. Не бедная у тебя, конечно, семья. Место на московском кладбище. Это семейный участок, всех там хоронят. Мы не миллионеры, если тебе интересно. Сюда! Нашёл! Ну, что там? А ты знал, что по надгробию можно очень многое узнать о человеке? Ну, они вроде для этого и нужны. Фотка там, даты. Не только, смотри. Вот тётя Лена с дядей Гришей. Вместе. Они друг друга очень любили. А Марья Петровна с Петром Васильевичем по отдельности, видишь? Могила одна, а таблички две. Дедушка Саша, у него звёздочка. Он войну прошёл. Но никогда не рассказывал. Говорил только, что страшно. А бабушка Соня, смотри, какие вензеля. Она меня вязать научила. Ну, вообще, учила она Олю, а научился. В итоге я. Ничего себе. Они именно эту фотку выбрали. Да, только хотел сказать. Ну, реально, странно. Тебе тут сколько, двенадцать? Семнадцать. Это с моих актёрских проб. Видимо, единственная нормальная фотография не с паспорта же брать. Ты актёром был? Папа не пустил на вступительные. Он хотел для меня стабильного будущего, а актёрства, ну… Ну, да уж, теперь-то у тебя будущее стабильней некуда. Алексей! Нет, нет, нет. Поль, ну ты хоть при детях не реви, а? Ну, просто не понимаю, зачем ты купила этот памятник? Просто столько денег невозможно. Оля, это статус. Просто колоссальные какие-то деньги. А что мне я прости? Родному отцу крест какой-то вонючий ставить? Всю жизнь отнекивался. Хоть на том свете его побалую. А это зачем? Не знаю. Мама так всегда делала. Типа, передать мёртвому сигаретку. Тебя папа курил? Папа? Ну, это… Не, это… это мы деду навещали. Он, да, как паровоз дымил. А батя… Если он и умер, то я не знаю, где он. И знать не хочу. Ну, вот. Хоть пункт про курение мы наверняка выполнили. Это да. Ща и проверим. Цветы… странные какие. А тут-то что странного? Букет как букет. Они… довольно свежие. Да и потом Оля бы принесла одуванчики. Мама бы… не знаю, гвоздики какие-нибудь. Папа таким не занимается. Что это за цветы? Ой, нет… нет, 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 да быть не может. Он меня преследует, что ли? Это уже даже не смешно. Ты чего? Всё в порядке? Дмитрий? Да уж. Приятная встреча. Это точно. Какими судьбами? Да я… могилу ищу. Дядьки двоюродного по маминой линии. А ты чего с лопатой? Труповую капать пришёл? Или… закапывать? Хм… хорошая шутка. Нет, эту дорожку расчистить. За неделю вон сколько навалило. Дорожку куда? Кого-то навещаешь? Мне тут недолго, если подождёшь, могу подвезти до метро. Да не, я это… пойду дальше искать. Ну тогда… Дай мне пять минут. Приятно было увидеться. Пожалуйста. Ага. Привет. Привет. Я… Ай, твою мать! Ну естественно. Сука! Господи, ты живой? Ничего не сломал? Дмитрий, ты как, цел? Ай, нет, сука, только не ты! Я сам… сам мальзу! Я вызову скорую. Нет, не смей! Я сам себе вызову! Сейчас! Дима, не дёргайся! Хуже будет! Антон всё сделает. Конечно. Антон всегда лучше всех всё сделает. Да зачем вообще Дима тут нужен? Так, призрачным такси подработать. Дима, смотри! Дим! Посмотрите-ка. Дима по-братски хоть на что-то годится. Невероятно. Дим, не говори так. Да. Болевой шок, видимо, присутствует. Жду. Скоро будет бригада, тут есть дежурная. Я по-будку. Держись. А-аха- Хаха. А-аха-α- А-а-аха-аха! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok